МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, рост преступности в России в 2016 году слегка вырос. В среднем по стране на 3%. В веренице преступлений особое место занимает детская и подростковая преступность. Что толкает на совершение грабежей и разбоев тех, чей возраст считается самым счастливым и беззаботным? Как вовремя заметить, склонность к противоправному поведению, чтобы на самом старте жизни юного человека не запустился криминальный сценарий. Вызов принят. Марина Комиссарова на ваших экранах. В целом, как отмечают полицейские, преступность среди подростков в Рязани и области на низком уровне. И во многом это результат профилактической работы. Под профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних понимают систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Гласит статья 1 Федерального закона номер 120 об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления такого подростка, во-первых, проводится обязательно проверка тех условий, в которых проживает несовершеннолетний. Изучается круг его общения. Те лица, которые способны повлиять на ребёнка, отрицательно или положительно. Делается вывод о том, насколько необходимо вмешательство сотрудника по делам несовершеннолетних в жизнь ребёнка, в его быт. Многие дети ставятся на профилактический учёт в полицию. Это не является карательными мерами. Учёт в полиции – это мера профилактическая, очень полезная. Ребёнок ежемесячно посещается по месту жительства. С ним проводится разъяснительная беседа, в ходе которой доступно ребёнку объясняется недопустимость совершения преступлений и правонарушений, обязательность надлежащего поведения в быту. Родителям детей разъясняется обязательность усиления контроля за поведением детей. Не стоит забывать, что проблема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних – это комплексная проблема. И она касается не только правоохранительных органов. Правоохранители не обязаны воспитывать детей. Это те люди, которые могут дать сигнал о проблемах, из-за которых дети оказались в трудной ситуации. Я так думаю, что нужно рассказать, прежде всего, родителям, показать его человеку. Я рассказала, я показала, мне вот мама сказала, не подходить к нему. Я не подхожу, но он просто вот в парке, где у меня дети гуляют, он на них так смотрит, вообще... Да. Профилактическую работу проводят несколько органов системы профилактики. Это сотрудники органов внутренних дел, это комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, органы социальной защиты населения. Но инспектор по делам несовершеннолетних в этой системе, он занимает как бы ключевое основное место. Именно инспектор по делам несовершеннолетних занимается ранним выявлением несовершеннолетних правонарушителей, неблагополучных семей, принимает первичные, основные меры к данным подросткам и к данным семьям, сообщает об их существовании в другие органы системы профилактики, вырабатывает комплекс мероприятий по противодействию тем или иным противоправным проявлениям со стороны подростков или в отношении них. Система образования декларирует, что ее главная задача – учить и воспитывать. В отношении некоторых трудных подростков необходима организация оказания психологической помощи. Сегодня мы отправились в одну из школ города. В шестом классе произошел некий инцидент. Пятеро ребят избили своего одноклассника. С чем связано такое поведение, никогда не проявлявших агрессию детей, разбирались вместе. Директор, учителя, родители, социальный педагог, инспектор по делам несовершеннолетних. Это один из удачных примеров эффективного взаимодействия всех социальных институтов. В этой школе инспекторы бывают нередко, проводят беседы, не обязательно по факту случившегося инцидента. Таковы, скорее, редкость. Общение происходит взаимное. На территории ЖД района расположены 17 общей образовательной школ. В каждой из этих школ проводится широкая, разъяснительная, лекционная работа. Детям объясняется недопустимость совершения правонарушений, преступления, разъясняется норма поведения в быту. Инспекторами по делам несовершеннолетних поддерживается постоянная связь с администрацией образовательных учреждений, с педагогами школ, в частности, социальными педагогами. Проводятся советы профилактики, членами и активными участниками работы которых является инспектор по делам несовершеннолетних. Поскольку школа, это, как говорится, основное звено, основное звено воспитательного процесса. Ребенок может не посещать кружок, какую-то секцию, но все дети ходят в школу. В школе, рассказать такую историю, которая была в 54-й школе, в праздне звонок, все, как обычно, бегают. Один мальчик побежал, выходил один мальчик, поставил подножку. Мальчик бежал, упал в железное отопление и навсегда остался инвалидом. А мальчику, который подножку поставили, за 16 лет потом в колонию будет? Да. Родители должны оплачивать деньги. Когда ему исполнилось 17, он сам должен был оплачивать. Родители вообще-то, ну, по жизни. Значит, можно сказать следующее. И касаясь данной конкретной ситуации, я вам могу сказать, что если подросток совершил тяжкое преступление, на самом деле умышленно тяжкое преступление, он может быть до 14 лет направлен в спецшколу, а до 17-18 лет в спецпТУ. Такие случаи бывают. Хотя и речь. Поэтому, о чем мы с вами говорили, никогда нельзя бить человека. Последние годы мы очень тесно сотрудничаем и с полицией города Рязани, и с комиссией по делам несовершеннолетних. Форм работ различных очень много. То есть и индивидуальная форма работы, работа с родителями, работа, как сегодня, встречи в классах с детьми. Я думаю, что это все приносит свои плоды и, конечно, способствует тому, что количество правонарушений, преступлений, слава богу, у нас в последние годы не регистрируется, количество правонарушений снижается, и работать с детьми становится легче. Происшествие в шестом классе, скорее, исключение из правил, но даже в связи с ним проведена серьезная работа, чтобы не допустить даже малейшего распространения отклонений в поведении школьников. Вы, наверное, поняли, что сегодня вас собрали и оставили именно ваш класс, да, шестой, не зря. Поняли почему? Мы тоже поняли, да. Всем понятно, молодцы, что у нас был такой нехороший очень поступочек совершен, что побили одноклассника. Но я думаю, что с вами была проведена достаточно большая работа с вами и с родителями. К нам приехали наши инспектора, да, помогли нам тоже, провели беседы по правам человека, да, о законах, об ответственности, об обязанностях вам рассказали и о последствиях, какие могут быть. И я думаю, вы все поняли, что работа проведена не зря, что вы теперь будете уважать друг друга, ценить и таких поступков совершать не будете. Я надеюсь на это, что вы будете все дружить. Так или нет? Точно? Так точно! Третьего февраля 2014 года в московской школе номер 263 произошел трагический случай. Учащийся 10 класса, угрожая оружием охраннику, зашел в кабинет на первом этаже, в котором шел урок географии. Захватил в заложники своих одноклассников и убил двух человек – учителя и полицейского. Кто упустил ребенка и не увидел преступных наклонностей, остается вопросом. Но недопущение таких преступлений – основная задача системы профилактики правонарушений среди детей. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов, федерации местного самоуправления. А это значит, что для организации эффективной работы по профилактике подростковой преступности необходимо взаимодействие всех указанных выше органов. Корни проблемы, в том числе и корни преступного поведения детей, в семье. Взаимоотношения с родителями, атмосфера дома – все это немаловажные факторы развития агрессивных наклонностей. И работа с семьей – огромный пласт для взаимодействия инспекторов и учителей. В настоящее время в инспекции по делам несовершеннолетних Железнодорожного района города Рязани состоят на учете 21 семья. Данные семьи были выявлены в ходе рейдовых мероприятий, проводимых как совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, так и индивидуально подразделениями именно отдела полиции номер 3. Выявлялись факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей. Когда недостаточным образом защищались со стороны родителей права и законные интересы подростков, данные факты были зафиксированы. На родителей составлены протоколы по статье 5.35 Административного кодекса Российской Федерации. Протоколы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, коллегиально они были рассмотрены и принят, естественно, решение о постановке на профилактический учет. С данными семьями проводится работа целенаправленная и очень кропотливая, поскольку для того, чтобы родители изменили свое отношение к детям, изменили свой образ жизни, работа должна проводиться практически системно. И результаты такой работы, они видны не сразу. Поэтому мы очень бываем довольны и рады, когда родители перестают употреблять алкогольные напитки, когда вспоминают о том, что у них есть дети, начинают ходить с этими детьми в школу или в детский сад. Вот основной, в общем-то, результат нашей работы. Иногда сами родители представляют опасность для собственных детей, как косвенно, примером аморального поведения, так и напрямую. 30-летняя неработающая женщина, мать двоих детей, совершила насилие над своим младшим ребенком. На этом ее приключения не закончились. По решению Московского районного суда наша обвиняемая была помещена под стражу в декабре 2015 года, поскольку она причинила тяжкие телесные повреждения в отношении своего малолетнего ребенка. После проведенного предварительного расследования сотрудниками Московского межрайонного следственного отдела в отношении нашей обвиняемой приговора Московского суда было вынесено решение, согласно которого она должна была содержаться в местах лишения свободы сроком 4 года и 2 месяца. Но наша обвиняемая, будучи не согласен приговорам суда Московского района, города Рязани, стала обжаловать его в апелляционном порядке. При этом в момент обжалования приговора она содержалась, продолжала содержаться в следственном изоляторе города Рязани. И при проведении, в один из дней этого года, при проведении вечерней проверки, поскольку наша обвиняемая при содержании в следственном изоляторе характеризовалась с отрицательной стороны, поскольку имела неоднократное замечание в личное дело за нарушение установленного режима, при проведении вечерней проверки она, находясь непосредственно на близости с сотрудником конвойной службы из числа администрации и следственного изолятора, применила в отношении него насилие. Оба ребенка сейчас у бабушки, а к уголовному делу женщины добавился еще один эпизод, что, конечно, никак не облегчит жизнь ее детей, которые надолго останутся без материнского тепла. Хотя его, вероятно, и так не было. Проблема может произрастать не только из семьи, где все плохо. Часто нарушают правила дети из семей, где уровень материального достатка высок. Вспомним хотя бы гонки с сотрудниками ДПС в Москве, которые устроила компания подростков на Гелендвагене. О проделках компании стало известно после того, как молодые люди выложили в соцсети видеозапись погони, которую снимали сами. На хвосте у злополучного Гелендвагена было 6 авто ДПС. Молодые люди отпускали колки и шуточки в адрес сотрудников полиции, которые, по их мнению, не могли их поймать. Однако полицейским все же удалось окружить Гелендваген во дворе и задержать хулиганов. По признанию водителя-подростка, который он сделал в перископ, в отношении беспредельщиков выписали 4 протокола и вызвали в суд. Напомним, что особенностям привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних посвящена глава 14 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. К несовершеннолетним, совершившим преступление, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, либо им может быть назначено наказание. А при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Но избежать этого можно, если любить детей и дарить им тепло, чтобы их поведение не становилось ни противоправным, ни преступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин